Всем привет! С вами снова Лава Медиа. Ситуация в Грузии просто сбивает внешнего наблюдателя с толку, да и, наверное, многих грузин тоже. С одной стороны, оппозиция по-прежнему не признает результаты прошедших парламентских выборов, хочет их оспорить или даже провести новое голосование. С другой стороны, оппозиционный, что странно, президент страны Соломеза Рубешвили не пришла в прокуратуру, где нужно было предъявить доказательства фальсификации. На улицах Тбилиси тихо, и есть ощущение, что рано или поздно ситуация перейдет в то, что все просто признают случившуюся реальность и будут жить с новым парламентом, в котором тоже есть большинство от партии «Грузинская мечта». Или же на первое заседание парламента придут люди с розами, как это было в 2003 году, и объявят парламент нелегитимным, и основная серия протестов будет тогда. Не очень все понятно. Также непонятная международная реакция. Вроде бы говорят, что отчеты ОБСЕ, отчеты наблюдателей от Совета Европы мягкие и в целом признают результаты голосования, но рекомендуют внести некоторые улучшения в систему на будущее. Но почему же тогда нет поздравлений правительству «Грузинской мечты» от стран Европы? Почему же США и Евросоюз выражают озабоченность обнаруженными нарушениями, фальсификациями, как они пишут, атмосферой поляризации в обществе, такой напряженности, даже агрессии граждан друг к другу? Что будет? Может ли грузинская мечта устоять? Если она устоит, будет ли она запрещать оппозицию, как это было обещано? Будет ли Грузия сближаться с Россией или Западом? Об этом мы поговорили с грузинским конфликтологом Патой Закриешвили, который к тому же буквально за несколько часов до нашего разговора вернулся из Киева. И это, безусловно, добавляет таких красок, красок в беседу. Что ж, посмотрите, пожалуйста. По-моему, получилось очень интересно. Пата, еще раз здравствуйте. Спасибо огромное, что к нам присоединились. Знаю, что вы только что вернулись из Киева. Давайте в таком случае так и начнем. А то в Киеве говорят о ситуации в Грузии. Вот как относились нам к новостям из вашей страны? Есть ли какие-то, не знаю, острые моменты? Как они видят развитие ситуации? Да, добрый день. В самом деле, пару часов назад вернулся из Киева и там провел несколько дней. В Украине в целом, в Одессе был. То есть, явно интересуется, что происходит как в Грузии, так и в Молдове. То есть, почти одновременно. То есть, в то время Грузия и Молдова говорили. У нас там видно было, как, например, внутренние силы, как Грузия, так и в Молдове, так и внешние силы, имеется в виду, в первую очередь, Россия, стараются, чтобы свернуться в Грузию и Молдову с пути Европейского Союза. Этот контекст был. И эти визовы для Украины тоже очень важны. Поэтому они все это нейтрально оценивают, как в Грузии что-то происходит. Да, это все связано с Украиной тоже. Вместе Молдова, Грузия, Украина вместе понесут эти визовы и вместе должны их как-то преодолевать. Вот этот контекст был. Конечно, однозначно интересовали деталями. Наша группа, у нас было несколько человек. Постарались максимально, компетентные люди были среди нас, которые занимаются выборами в Грузии. И я думаю, что мы максимально дали ответы на нынешнюю ситуацию. То есть у нас все процессы продолжаются. Но вот пока им нужно было как раз завтра уже выборы в Молдове. Это второй тур. И, соответственно, все это горячо и все это вместе варится. Да, конечно, конечно, следим. Ну, а вот, наверное, и в Украине у вас этим интересовались. Я не могу не поинтересоваться. Вот в Тбилиси все-таки тихо. Ну вот по новостям, крайней мере, я не в Тбилиси. По новостям в Тбилиси тихо. И те люди, которые в Тбилиси, так рассказывают. Почему это так? То есть есть еще какие-то, что называется, там, marking points. То есть, возможно, будет оглашение официальных результатов выборов. И это вызовет какой-то толчок, не знаю, протест. Потому что, с одной стороны, конечно, тихо. С другой стороны, они ведь и не признают результаты. То есть никакой точки не поставлено в конфликте. Вот. Вспоминаются, конечно же, события революции РОС. И тогда в революцию РОС, опять же, была точка важная очень во всем этом процессе. Оглашение официальных результатов, которые были чуть-чуть, но скорректированы в пользу оппозиции. Ну и, конечно, первое заседание парламента, нового избранного тогда, когда, собственно, революция РОС и произошла. Когда политики вошли в зал заседания с РОСами. Как вы думаете, здесь будет так же? То есть здесь просто мы еще не дожили до тех точек, когда должно что-то произойти? Или процесс идет наугасание? Не исключено, что наугасание – это один из вариантов. Но, скорее всего, мы ждем сейчас как официального заключения Центральной избирательной комиссии. И потом, как к себе поведет президент. Президент однозначно не признает результаты выборов. И ставит под сомнение. И, соответственно, предполагает какие-то действия. После того, как Центральная избирательная комиссия объявит результаты, потом уже получается президент. Она должна, скажем так, пригласить, можно сказать, избранных депутатов на первое заседание. Первое учредительное заседание, можно сказать. Без нее это невозможно. Без президента это невозможно. Соответственно, вот в этом начинается и все ждут вот этого час икс, когда все это начнется, как она себя поведет, потом как поведет себя парламент, большинство, и как поведет себя меньшинство, оппозиция. И с тех пор мы ожидаем какие-то действия. К тому времени все собирают, разные группы, разные организации, сами политические партии, оппозиционные собирают улики, как можно больше утверждающие, что было сфальсифицировано или было манипулировано. Я больше употребляю слово манипуляции, потому что здесь очень много разных было действий. И там и угрозы, и шантаж, по откупу, очень много вариантов, очень много действий было, в которых все бета видно было. Обо всем можно говорить, и в том числе, конечно, и фальсификация тоже. Ну, фальсификация требует больше доказательств. Как раз я думаю, что сейчас идет собирание этих доказательств. Но сравнивать это все-таки с революцией Россо трудно, потому что тогда режим Шеварднадзе был полностью сгнилым, можно сказать. Никто, никто не поддерживал Шеварднадзе. Даже самим люди, спецслужбы не поддерживали, МВД не поддерживал, никто не поддерживал. А сейчас все-таки у режима грузинской мечты есть довольно большое влияние. Несмотря на то, что манипуляция была очевидная, в глаза бросающаяся, но все-таки как минимум, как минимум, 40%, скажем так, из 54, точно можно сказать, что это живые люди, которые голосовали. Да, многие боялись, в самом деле, войны, там были какие-то манипуляционные действия, что существует какая-то глобальная партия войны, и какие-то, по-моему, чушь. Но, несмотря на это, люди верили тому. Люди верили, что грузинская мечта в этом турбулентности конфликтов вокруг нас, там и Украина, и Ближний Восток, и Карабахский фактов, армяно-азербайджанские отношения. Все это вместе, наша прошедшая война в 2008 году, все вместе создавала угрозу, что вероятность войны есть. Оно нет. Я занимаюсь конфликтами в Грузии, это моя основная работа. Я могу четко сказать, что никаких поводов, никаких причин, никаких признаков, что кто-то хочет войны, это может случиться, нет. Несмотря на это, на этом мифе очень хорошо работал, и въехал на это, как грузинская мечта. А при Шаварнадзе была совсем другая ситуация, он уже был старым, уже уходящим, и из него выросло, из его команды выросло новое поколение. Саакашвили, Бурджанадзе, Жвания, и потом там другой контекст был, тут по-другому сложилась ситуация. Ну да, собственно, рассказывают, что тогда был явный раскол элит, собственно, был выход Жвания из правительства, сейчас такого ожидать не приходится, потому что, в общем-то, власть едина. Да, вы интересную вещь сказали про Зурабешвили, то есть, если она не придет на первое заседание парламента, то, получается, парламент и не начнет работу, то есть, у нее есть такое решение. Это как раз, ни у кого нет четкого ответа на это, то есть, она сама не придет, конечно, она должна просто пригласиться, она может и прийти, но она должна пригласиться, и указ должна она издать, чтобы она создается новое, первое заседание парламента. Вот если она этого не сделает, это вероятность довольно высокая, тогда уже парламент может собраться сами, они так и сделают, но это будет как раз собрание самозванцев. То есть, они будут работать, но уже в капелку того, что этот власть нелегитимный, это не призвание, это не существование такого акта, еще больше усугубит аргумент, усилит аргумент, что этот парламент не является легитимным. Грузинские мечты, это не важно, они могут свободно собраться, продолжать работать, но в будущем, в будущем, в будущем, при каких-то поворотах, если будет какое-то судебное заседание в будущем, или какие-то разбирательства, как они пришли к власти, этот момент может быть ключевым. И что они нелегитимно собрались, и основание их власти, скажем так, неубедительно. Но, с другой стороны, потом будут очень много вопросов. Законы, которые они принимают, условно, если они будут повышать за это пенсию, пенсионеры должны получать повышенную пенсию и так далее. То есть, очень много факторов, насколько потом это незаконный парламент, народ будет слушаться этому незаконному парламенту. То есть, мы входим в какую-то непонятную туманность, какую-то турбулентность, где непонятно, какой следующий шаг будет, и как будет оно оцениваться. Поэтому, я думаю, что президент и ее команда должны очень четко каждый шаг, можно сказать, взвеситься, чтобы Грузию не вернуть еще больше хаоса, чем сегодня. То есть, сегодня уже есть признаки какого-то неопределенности, и лучше неопределенности выходить, а они еще больше углубляются. Вот какая-то динамма президента. Поэтому, вот, мы видим какое-то затишье, что ли, перед бурой. Вы правильно оценили в ваших первых предложениях, что на самом деле тишина, странная тишина. И все ждем, вот как будут решаться эти вопросы. Ну, я думаю, не секрет, что международные, как бы, ну, журналисты, которые приехали, там, мои друзья, которые приехали в Тбилиси, они, ну, ожидали, разумеется, какого-то каких-то масштабных событий прям в ночь после оглашения результата. Да. С прошлой субботы на прошлое воскресенье. А так ничего не произошло. Нет, в ночь, в самом деле, никто не ожидал. И я тоже, потому что лично я считаю, что самый важный был бы результат, самым началом процесса было бы первое, скажем так, жеребьевка, первое голосование за правительство. Мы все-таки думали, что грузинская мечта не получит настолько много голосов, что они смогли формировать правительство. Но первое право, что такое у него было бы, президент сперва дал бы задание грузинской мечте, потому что они в любом случае получали первое место. Вот начало горячей фазы началось бы, когда было бы первое голосование, и когда провалился бы первое голосование правительства. Тогда очередь перешла бы на национальное движение. Вот тогда мы через две недели после, скажем так, объявления, скажем так, окончательного решения, мы ждали поднятия температуры. Но грузинская мечта написала себе, я только так позволю себе сказать, 54%. То есть это явно из пальцев и сосана. Представьте, что грузинская мечта написала бы 100%. Теоретически это возможно представить. Это же было бы абсурд, и это было бы абсолютно неубедительно. Вот настолько же 100% неубедительно и абсурдно, настолько же в наших понятиях и 54% неубедительно и абсурдно. Это извините. Я слышал такую точку зрения, что как раз таки то, что они написали 54%, это подрывает возможности протеста, потому что это не дает такого эмоционального толчка. Вот если было бы 75-80%, как у Лукашенко, тогда бы это был эмоциональный толчок. Тогда людям казалось, что точно неверно. А здесь вот как бы кто-то может сказать, а вы живете в своем пузыре, вот, а вы, значит, не чувствуете настроение людей в селе, а они за грузинскую мечту, вот. Абсолютно. Этот аргумент абсолютно работает. Ну, лично, может быть, именно касается, который меня не знает, но я постоянно в народе, я все время двигаюсь, меня знают хорошо, где в регионах часто бываю. И я чувствую дыхание, и со мной очень много общаются. То есть, именно даже мое восприятие, я позволю себе сказать, что я не живу в какой-то бабле, даже в моем личном персональном ощущении, что это 54% нигде не видно. Их не видно. Потому что все мотивированные общества, которые выходят на улицы, они все проевропейцы. Все исследования однозначно показывают, что ощущение общества антироссийское и прозападное. Все массовые митинги, которые устроили грузинские мечты, точно, два-три раза было точно, они все этих людей, всех привезли. И им не важно, за кто привезли. Им сказали, что будут голосовать за такой-то номер, 41. Если им сказали, что голосовать за любой другой номер, 5 номеров, они голосовали. Эти люди, бюджетники, эти люди, которые сидят на социальных пособиях, эти люди, которые, скажем так, у них уязвимые, скажем так, члены общества, им все равно, Европа, Россия, там, какой партия побеждает. Главное, что они получали свои пособия. То есть вторая часть населения, оно не мотивировано ничем, кроме своей зарплаты или кроме своей поддержки и своего статуса перед местным самоуправлением. То есть, с одной стороны, мотивировано население, которое постоянно выходит на улицу, это, в основном, молодежь, и, с другой стороны, не мотивировано. Ты не поймешь, что они хотят, это не мотивирование. Они хотят, чтобы они получали свою пенсию. Больше ничего. Вот поэтому, вот это, сравнивая все это, ты чувствуешь, что нынешние 54% никак не отражают реальность Грузии. Это не тот рентгеновый снимок, который ты получаешь у врача, когда ты приходишь. Там совсем другие рисунки у тебя в этом рентгеновом снимке, чем на самом деле в твоем организме. Вот об этом идет речь, что никак не видно этих людей, никак не видно Грузии. Они сидят у себя дома, им надо привезти машину, посадить в машину, заплатить деньги на дорогу и так далее, еще на какой-то карман, и привезти в Тбилиси, провести митинг, посадить в эту машину обратно и отвезти к себе домой в деревню. Вот им все равно, в какой стране они живут и за кого они голосуют, за кого скажут, за кого будут голосовать. Вот это огромная разница между реальной Грузией и вот этой придуманной Грузией, которая есть. И, к сожалению, они в итоге голосуют против своих детей, против внуков, потому что результаты Европейского Союза, они даже могут не почувствоваться, они очень эгоистически смотрят на это. Результаты нынешних выборов почувствуют их дети и их внуки. Хорошо. Есть аргумент, что все равно полномочия президента истекают. Как думаете, есть такая тактика дождаться, чтобы они истекли, и чтобы первое заседание парламента объявил новый президент? Или это не будет работать? Нет, первое заседание парламента не объявил нового президента. Это тоже процедура. Где-то в течение месяца-полтора будет избран новый президент. Там уже целая процедура. Да, это обязательно произойдет до конца года. Но грузинские мечты зацелили другое. То есть еще в конце предыдущей, скажем так, срока парламента, они начали импичь, второй импичьмент против президента. Первый раз провалился, потому что у них не хватало соответствующего большинства парламента. Сейчас они надеялись, и они получили такое большинство, написали себе 54%. Так вот, если, когда они соберутся, законно или незаконно, то есть по приглашению президента или без приглашения, вопреки приглашению президента, когда они соберутся, первый будет суд, они признают себя как парламент действующий. А потом один из первых шагов будет, конечно, начало процедуры импичьмента. У них на нас уже импичьмент, они зацелили прошлое. Поэтому они должны сперва ее убрать как можно быстрее, скорее, а потом второй уже будет выбор президента. Вот это займет где-то месяц-полтора. Поэтому мы ждем, по крайней мере, на ваш главный первый вопрос, вот эту горячую фазу мы ждем во время течения вот этих процедурных процессов шагов. Ну, вообще-то, как бы, результаты, которые оглашали, что там не хватает для конституционного большинства, оно все-таки грузинская мечта, как вы говорите, себя нарисовала. Для каждого большинства хватает, для импичьмента хватает, для конституционного большинства нет. Для каждого большинства нет, это исключение. Да, да, да. Хорошо. Читал я такую точку зрения, я с ней не очень согласен, но, опять же, международные отчеты. Многие писали, международные отчеты как бы признают выборы. То есть, например, ОБСЕ или вот общий отчет НАТО, ОБСЕ, там, Совет Европы, не понимают. То есть, они говорят, в нем нет слова нарушения, да, fraud. Там нету каких-то четких указаний на то, что выборы не отражают волю народа, но там есть слова, что вызывают сомнения, результаты вызывают сомнения. Там есть слова о такой жесткой атмосфере. Мне кажется, международные документы, европейские документы, они так и пишутся. Они пишутся достаточно мягким языком. Там никто не напишет «это все был кошмар». Вот так никто не напишет по-английски. Да, считаете ли вы, что отчеты международных наблюдателей были слишком мягкими? И это дает козырь некие власти. Я согласен с вами, я тоже привык к такому языку международных организаций. Обычно они все время максимально стараются не быть причиной внутреннего конфликта, чтобы не ссылались на них окончательно. Это понятно. К сожалению, мы вот народы, скажем так, которые только-только вступаем в демократию, с легкостью хотим ссылаться на других, чем на самого себя. Если кто-то, не дай бог, международный более-менее проговорится, что вам следовало бы это сделать, потом они стараются это не говорить. Потом все ссылаются, вот нам сказали, что надо это сделать. Поэтому это, конечно, у них горький опыт в общении с грузинским обществом, поэтому стараются максимально быть настолько гибким, чтобы нельзя было на них ссылаться. И это почти понятно. Я сам был государственным чиновником, и я чувствовал, насколько они осторожны в своих формулировках, чтобы потом какой-нибудь чиновник в моем лице потом не ссылался на них. Соответственно, все ответственность переходит на грузинскую политическую элиту, на общество, и они не должны принимать решение, я с ним согласен. Поэтому я тоже не жду от них каких-то четких, что ли, инструкций. Что следовало бы сделать так, там было, что насколько-то фальсифицировано, ничего подобного не будет. Но для нас очень важно другое. Насколько государства уже, наши союзники, члены Европейского союза или Совета Европы, насколько для них этот язык будет понятен для своего, скажем так, плана действия. Потому что ни одно европейское государство еще не признавало этот власть. Никто не поздравил. Это очень важный момент, да. Кстати, а как вы хотите... Соответственно, эти государства будут ссылаться, не то, что ссылаться, будут учитываться, вот это почти что для нас непонятно, но для них понятны, скажем так, вординги вот этих международных заключений. Очень странный состав участников, которые признали выборы. Вот все-таки Венгрия, Азербайджан, насколько я знаю, теперь Турция и Армения. Вот Армению в этом списке вы как понимаете? А, Венесуэла. Венесуэла – это мощное государство. Оно также признает... Что интересно, оно же также признает Абхазию и Южную Осетию. Ну, ты делай. Самое экзотическое признание – это Венесуэле пошло. Даже Россия не признала. Приветствовала Россия, но она никак не делала таких официальных заявлений, как признание там. Они не поздравили премьер-министра, например, и так далее. Это понятно. Ну, знаете ли, с Россией нет дипломатических отношений, и я заметил, что Россия... Венесуэле тоже нет, да. То есть Венесуэла оказалась более циничным, чем Россия в данный момент. Более циничным. Ну да, да, да. А что касается признаний, да. Да, вот можете сначала сказать про Армению, потом я про Россию скажу. Армения в этом списке, мне кажется, выбивается. Я понимаю, что сосед, но все-таки клуб для Никола Пашиняна странный. Не-не-не, я думаю, что здесь все логично. Армения, Турция и Азербайджан – это понятно, потому что они соседы. И мы все четыре страны всегда стараемся корректно поддерживать друг друга. Есть международные какие-то претензии к Турции, например, в каких-то случаях, или к Азербайджану. Но Грузия никогда не вмешивается, никогда не поддерживает цели, другие критические замечания из международного, скажем так, общества, которые идут в сторону Азербайджана или в сторону Турции. Я сам человек с либеральными ценностями, я себе так считаю, за дземокарские ценности и так далее, и так далее. Но в любом случае, даже я, когда был будущим государственным, как чиновником, я всегда в то время старался, чтобы мои, скажем так, отношения к Турции, к Азербайджану были всегда очень корректными. Потому что это добрососедство нам, скажем так, обязывает. Поэтому и Армения, и Турция, и Азербайджан, они вот играют в эту правильную игру, то, что мы не нарушаем общепринятые добрососедские какие-то связи. И поэтому Армения оказалась именно в этом контексте. Армения раньше, до Пашиняна, она была больше пророссийской политикой, особенно это касалось, это видно было в голосовании резолюции в ООН, когда Армения занимала позицию российскую или нейтральную. А сейчас чётко занимает позицию грузинскую, когда Грузия является инициатором какой-нибудь резолюции, как это бывает, или в ОБСЛ, но в основном это в ООН. Самый странный из этих поздравлений – это Венгрия, конечно. Здесь явно геополитический и внутриевропейский контекст. Орбан явно хочет, скажем так, собраться ультраправый альянс в Европе. И как только они увидели, что в Грузии формируется правительство, которое основывается или своей пропагандой пользуется ценностями ультраправых, скажем так, идеологий, как ценностей семьи, борьба против ЛГБТ-пропаганды и так далее, они, Орбан явно, у них не хватает количества таких стран европейских, они с радостью поддерживают Грузию, чтобы Грузия не почувствовала себя в одиночестве. Потому что у нашего правительства, у властей грузийской мечты на пропагандистском уровне есть сообщение грузийскому обществу, что нас ждут в Европе. Не так, что, как говорят оппоненты, что Европа от нас откажется. Нет, вот видите, Орбан, он председатель Европейского Союза сегодня, от имени у нас постоянно это говорят, проправительственные телеканалы, все время подчеркивают, что Орбан не просто премьер-министр Венгрии, но Венгрия сегодня руководит Европейским Союзом. Это очень нечестно, потому что в связи с Брюсселя все сказали, что Орбан не представляет нас, он представляет только Венгрию. Несмотря на это, наши проправительственные телевидения об этом говорят. Они видят себя, что насколько вот это синхронно работает между Венгрией, Тбилисом, Венгрией и Грузией, что они друг друга поддерживали в этом альянсе. Поэтому больше всего глаза бросался именно в поведении Орбана. Ему не так важна Грузия. Ему нужно, чтобы в правом крыле Европейского Союза Венгрия смотрелся как лидер, что и потом нему легче говорить с Францией, с французскими правами, голландскими правами, немецкими правами и так далее. Он думает, он не думает о Грузии, он думает о своем участии, о своем роли внутри в европейском контексте. А Венесуэла, конечно, это самое ужасное, потому что Венесуэла признала независимо с Абхазией и Южной Ассоцией, довольно цинично поздравил оставшуюся Грузию, можно сказать, победу, властей победе в Бибарах. Ну, это скорее комичный момент, на мой взгляд. Смотрите, есть такой еще момент. Российская пропаганда сразу после оглашения результатов как бы отстранилась немножко от Грузии, сказала, что... А вообще-то тут ваш Кабахидзе сказал, что, значит, мы по-прежнему не хотим восстанавливать отношения с Россией. Как бы на этом медовый месяц закончился. Сказали, они такие же, какими и остались, мы с ними дружить не хотим. Вот. Ну, то есть, я так понимаю эту логику, что Москва хочет сказать, мы вам ничего не должны. То есть, вот за вашу вот эту риторику какую-то правую, на самом деле, вы думаете, мы вам должны? Нет, не должны. А вы можете себе представить, я, на самом деле, этого ожидал, что после победы, если, тем более, грузинская мечта устоит при каком-то раскладе, что она возьмет, на самом деле, такой прозападный курс, снова возьмет Грин в ту сторону, будет восстанавливать отношения с Евросоюзом. Получится ли это? Нет. Бегнамесе. Грузинская мечта давно избрал Бегнамесе. Другие говорят, что это... Они сидят на двух тулях, но это для меня Бегнамесе более понятно. Они делают вид, что они двигаются, на самом деле, никуда не двигаются. Грузия никогда не участвует в никаких российских проектах, даже таких, как 3+, 3, которые касаются именно Южного Кавказа. Очень интересный проект. Шестой стул всегда пустыет, где бы она не проходила. Грузия почти всегда, почти всегда голосует против России в разных международных организациях, особенно в ООН. Когда все голосуют хором, условно, если 50 государств голосуют против России, можно и Грузии тоже проголосовать. То есть, один голос Грузии ничего не прибавляет, 51 будет или 49 будет. То есть, Грузия максимально демонстрирует свою грузийскую власть, антироссийскую, скажем так, действие там, где и так это действие произойдет без Грузии. Зато там, где от Грузии, Грузия мог бы быть в одноголосии, говорить, какие проблемы у него с Россией, никогда это не говорит. Так уже другая серия, например. Никогда Грузия не говорит, что Грузия является такой же жертвой российской агрессии, как Украина. Мы, Украина, одни и те же никогда не скажут Грузии. Никогда не скажут. Они говорят, что Украина – это проблема Украины. То, что было в 2008 году, это была проблема Саакашвили. Сейчас проблема это Зеленского, а тогда была проблема Саакашвили. То есть, это не проблема Российской империи. Это не Российская империя проводит войну. Вот и у нас две жертвы. Грузия с первого в 2008 году, и Украина сейчас с 2022 года, хотя с 2014 года все это началось. Вот главная задача России, чтобы Грузия не показывала себе, что это то же самое, что Украина. Мы помогаем российской пропаганде делать свое дело в Украине. Вот это самое главное домашнее задание для Грузии. Второе домашнее задание, если не первое, это чтобы мы не шли ни в коем случае в Европу и в НАТО. Если мы не идем в Европу и в НАТО и все делаем для этого, России больше ничего не нужно. На России не нужно, чтобы мы здесь размахивались флагами российскими, носили там георгиевские ленточки, отмечали там какие-то дни, приветствовали русских и так далее. Ничего подобного. России так же комфортно. Мы не требуем от России газа, нефти, как Лукашенко. Мы не можем доить Россию так, как Лукашенко, как Белоруссия. Поэтому вот это комфортно, что Грузия и нероссийская, и пророссийская одновременно, это устраивает и Россию, и Грузию. Поэтому я думаю, что ничего не изменится по отношению грузино-российских отношений. Так же останется в старом контексте. Единственное, что Грузия изменится, это будет наезд больше на гражданское общество и на оппозицию. То есть, что происходит внутри России, то и будет происходить внутри Грузии. Грузия станет больше российским по управлению. Но демонстрировать будет постоянно, что Россия это оккупанты, у нас с ними ничего общего нету. Но это будет на словах, по образу, но по существу этого, конечно, не потому, что Россия так требует только. Но и грузинские мечты тоже нужно, чтобы власть можно сохранить только в авторитарном режиме. А что будет Россия делать? Россия не будет мешать. Грузинские мечты не будут палки ставить в колеса. Вот недавно, пару дней назад, была аннулирована самая пророссийская партия, АЛТИНФО. Можно услышать, это самое агрессивное, радикальное движение права, который не стесняясь заявлял свое пророссийство, пророссийское. Они всегда фотографировались на фоне Кремля и так далее. Этой партии нет. Все, Россия прекратила поддержку им. То есть, Россия может показать грузинские мечты, что я не буду тебе мешать. Никакие Абхазы, никакой Южной России ты не проси, это не получишь. Но зато ты будешь чувствовать, я тебе не буду мешать, не буду лезть в твою политику. Сам подбирай калорий, сам крас. То есть, что хочешь, то и делай. Только не двигайся в сторону Европы и не алицетворай себя с Украины. Вот это два задания, если будешь помнить, в остальных в твоих руках. А вот когда, опять же, это такой спорный момент, когда в аэропорту Тбилиси или на сухокутных границах не пускают российских оппозиционеров, доказывает ли это прямую связь между Тбилиси и Кремлем? То есть, это грузинская мечта действует, чтобы просто поддерживать какое-то выгодное им спокойствие в своей стране? Или это прямой контакт спецслужб? Ваша версия? Да, моя версия, что там связь между спецслужбами. Потому что кого-то пускать, не пускать, грузинские власти не знают. У них какой-то список есть. Это чувствуется прямо. Что, например, кого-то из какой-то группы людей, где взаимосвязь, может быть, даже семейные связи, одного пускают, а другого не пускают. А бывает, долго мучают человека и пускают. Вот у нас были такие случаи, среди моих знакомых, часов в пять подержат, но пустят. В чем логика тогда? Где-то звонят, решают. Скорее всего, может быть, даже не в Москве, а в Тбилиси, у кого есть эти списки. И они, наверное, считают, что если сейчас этих людей пустится, то есть у нас будет аргумент перед Россией, чтобы объяснить, почему их пусили, например. Что-то не знали. Если Россия четко не требует кого-то не пускаться, здесь более легче ситуация, их пускают. А если Россия очень убедительно требует, чтобы было бы неплохо, если их людей не пускают, их не пускают, то это же не публично, это же не голосование в ООН, где все-то публично, это все кулуарно. Поэтому очень трудно схватить за руки и сказать, что вот ты проводишь, у тебя задание из России. Хотя лично я уверен в том, что, конечно, эти списки идут из России, а потом здесь решают, кого пускать, кого не пускать. На Россию это смотрят немножко сквозь пальцы, потому что я тоже понимаю, что Грузии должны дать какой-то скарт-бланш. Поэтому Россия, я уверен, Россия позволяет, если не согласована, чтобы против России голосовать. Поэтому я сказал, что в хоре можно голосовать против. Раз все-таки резолюция проходит, пусть будет ощущение, что Грузия против России. Россия это устраивает. Как раз здесь иногда у меня и проблема внутри Грузии. Вообще не. Россия устраивает, что Грузия была антироссийская. Если Грузия не проевропейская. Разве бога. Вы заявляете, что вы антироссийская, главное, что не двигаете свой Европейский Союз и НАТО. Меня это достаточно устраивает. Вот они научились, идут какой-то танго между Грузией и Россией, когда они точно знают, как танцевать, чтобы на друг друга на ноги не наступать. Да, уважаемый Патарий. Давайте последний вопрос. Как вы считаете, может ли все-таки в этом четком лагере оппозиции, который сложился, случится раскол? То есть, что кто-то пойдет в парламент, скажет, а знаете, я тут вообще-то мандаты заработал, честно заслужил, почему я должен от них отказываться? Вот, значит, что случится какие-то, как называется, штрихбрехеры, когда ломают забастовку люди. Вот, и действительно ли, если вот все-таки какой-то парламент будет установлен, что грузинская мечта будет прям сметать оппозицию, что, как они говорят, запретят единое национальное движение, или это все-таки предвыборная риторика, к ней надо относиться так снисходительно? Я отношусь к нему как к предвыборной риторике. Во-первых, грузинская мечта ставила условия. Если я получу конституционное большинство, я уверен, что они были уверены в глубокой, в глубине души, что они не получат конституционное большинство. Они точно знают, что не получат, и не старались получить конституционное большинство. Они хотели это поднять в планку, чтобы как можно больше людей голосовали, чтобы вот взять хотя бы такое количество голосов, где можно было бы приплюсовать меньше голосов. Они же могли написать конституционное большинство себе, если они написали все это. Поэтому они не будут сейчас наезжать на оппозицию, так как они говорили, запретов не будет, это мое мнение, хотя время покажет, все-таки будет больше наезда на гражданское общество. Вот закон, то, что мы называем российским законом, это закон о иностранных агентах, вот это будет реализовано, они уничтожат основу свободы мыслящих людей, чтобы они деньги не получали поддержку из Запада. Вряд ли будут сажать в тюрьмах, как в России, таких репрессий против гражданского общества не будет, как в России, надеюсь, хотя ничего не исключено, ресурсов не хватает просто, а то, может быть, даже хотели бы, но будут максимально стараться, чтобы дискредитировать гражданское общество и то же самое оппозицию. Их не будут настолько запрещать, насколько будут постоянно их дискредитировать. Им не мешало бы у них судебные органы в их руках, они могли бы уже осудить давно национальное движение, никаких проблем не было. Перед выборами им нужно было все это. Ну, явно, однозначно будет происходить больше, скажем так, переход на рельсы авторитаризма, но оно не сможет получить такой глубокой, скажем так, формы, как то же самое Россия, потому что ресурсов не хватает. Грузия не является, Грузии нет сильной силовой структуры, невозможно везде-всюду сажаться своих людей, там, спецслужб, это даже спецназы у них очень слабые, у них даже парламент они не могли защищаться, когда митингующие подходили с одной стороны, они снимали людей с другой стороны, перебрасывали в эту сторону. То есть, у них не хватает, и это не пройдет. Но им нужен вот сохранить власть, как только они сохранят власть, они успокоятся, но начнут уже борьбу против того, что дискредитировать гражданское общество, медиу, обязательно медиу и оппозицию. Тем более, что у нас перейдут еще выборы через год, местное самоуправление. А потом три года не будут выборы. Так вот, это очень большой риск, то, что вопрос задали, кто-нибудь войдет в парламент или не войдет. Скорее всего, никто не войдет, по крайней мере, на этом этапе. Но рано или поздно многие, в том числе я поставлю вопрос, ребята, вы собираетесь на местное самоуправление или нет? Если не собираетесь, тогда вы полностью передаете власть, скажем так, грузинские мечты, они также победят там. Сейчас у вас опыт уже, ваши ошибки, скажем так, наглость, циничность, грузинские мечты. Все это можно изучить хорошо и пойти более достойно, побороться на местные выборы. И тогда после, дай бог, там, если они смогут победить или получить какие-то более или менее важные результаты, сначала начать борьбу за, например, досочные парламентские выборы и так далее. Если честно, если честно, я в Грузии очень, даже не в Мишистве, а в одиночестве считаю, что при любых условиях надо войти в парламент. Почему? Потому что это очень много минусов, однозначно. Но еще больше минусов, если не войдешь. Потому что у тебя не будет доступ к обществу, у тебя не будет трибуны. А сейчас грузинские мечты начнут борьбу против телевидения. Я уверен, это будет больше и больше сложности в этом направлении. И поэтому на этом фоне, я думаю, это не значит, что я категоричен в этом вопросе. Пока вопрос не решен, я призываю ответить, что лучше, войти или не войти. Какие минусы, какие, скажем так, результаты при входе ты признаешь. У нас меньше минуты, просто давайте как-то закончить мысль. Да, я думаю, что они должны признать, что это де-факто власти, то есть это сами тоже. Это не парламент, но это возможно сообщаться с людьми. То есть они должны назвать парламент иначе, не признать легицидность. Постоянно, как Карфаген должен быть уничтожен, как Катон говорил когда-то. Все время говорят, что это незаконный парламент, но мы работаем, потому что нам нужен доступ к власти. Спасибо вам огромное за эту беседу, было просто безумно интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось.